Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Тема сегодняшнего видео – штрафы, дорожные штрафы и взаимоотношения с американской дорожной полицией. Мне пришло первое письмо счастья. Значит, поехал в соседний штат вечером в Walmart. Погода была нелетная, видимость плохая, меня еще на перекрестке подрезали. В общем, в результате получилось так, что пресекало перекресток уже на красный свет. Но доплестные американские полицейские установили специальное устройство на перекрестке. И те, кто едут по лучшей скорости или едут на красный свет, все дело фиксируют и фотографируют. Вот прислали вот такую бумажечку, и все четко сфотографированная машинка, которая едет, даже номер. Все цветное, все такое очень-очень четкое. По сравнению, конечно, с той туфтой, которую в Москве присылают гаишники, это, конечно, как небо и земля. То есть тут все прям четко расписано. Но меня порадовало другое. Кстати говоря, значит, вот за пересечение перекресток на красный свет я должен буду ослюнявить дядю Сэму 100 долларов. Порадовало другое. Порадовало вот такая вот бумажечка, разделена на три части. Мне дается шанс. Первое. Я хочу добросовестно взять и оплатить этот штраф. Соответственно, я отрываю вот эту часть. Вот даже конвертик предлагается пустой. Представляете? И дальше что делаю? Или оплачиваю пей-чеком, то есть подписываю его, вношу сюда свои данные, отрываю эту бумажечку, кладу в конвертик, несу на почту по дороге и отправляю с пей-чеком. Или же тут указан у меня веб-сайт. Я отхожу на веб-сайт и оплачиваю визой, там, мастер-карт, там, пластиком, короче, любым. Вот. Тоже не выходя из дома это могу сделать, то есть экономя времени. И все. То есть вот я взял наружу что-то, пришел такой папир, и пять минут времени я все проблемы решил, занимаясь дальше своей деятельностью, ни о чем не парюсь. То есть не выставить там очередя к сберкассу, не еду там в группу разборов, там, мне не выносит мозг, а гаишники. Все, понимаете? Нормальное человеческое отношение. Скорее всего, я штраф за плачок, потому что это добросовестный гражданин. Да, я тут не уверен, что я виноват, потому что меня подрезали. Но, конечно, в счете, на косаре делаю я. Надо было мне самому думать, на мигающий желтый не выезжать на перекресток, остановиться и дождаться. Согласитесь. В общем, все логично и разумно. В другой раз мне будет наука ездить аккуратно и медленно, и не лихачно. Волент второй. Если мы машину не угнали, я отрываю вот эту вот часть центральную, все выбрасываю, заполняю и пишу. Да, мою машину угнали, это не я там накосячил. Предлагаю номер здесь вот кейса по угнанной машине и отправляю. И тоже про это забываю, это уже не моя головная боль. Копы сами там будут между собой созваниваться, узнавать, где там моя машина, кто там был за рулем, кому-то штраф на месте. Все. Я про это забыл. Все. Третий вариант. Я не согласен с этим. Я отрываю третью часть. Пишу свои данные, прилагаю источник каким образом, почему не согласен. Также кладу в этот конвертик и отправляю, блин, уже по другому адресу туда, где рассмотрят мое заявление, почему не согласен. И четвертый вариант. Вот только что я с Эдиком проконсультировался. Он мне сказал, что вот это вот, вот это вот, это еще не до конца утвержденная state government, то есть правительством штата, вот эта вот процедура. То есть это получастная лавочка. А посему, раз это официально не вот предписано обязательно, я могу тупо просто сказать, я не буду платить. Вот не хочу платить и не буду. Все. Все. Что они могут в этом случае сделать? Они могут на меня подать в суд. То есть меня могут вызвать в суд в соседний штат в Конселблас. И за 100 долларов меня начать судить. Как правило, об этом уже в местной газете писали, никто за 100 долларов меня судить не будет. Потому что у них и без того суд занимается более важными делами, чтобы еще за 100 долларов там отрывать свою задницу и меня еще туда вытаскивать там. А не дай бог, что я еще этот суд выиграю, то соответственно судебные издержки будут со стороны вот этой вот частной лавочки, которая мне тут прислала. То есть 4 целых варианта, что я могу сделать с этим штрафом. Заплатить и 3 варианта забить болт разным способом. Вот. Ну, соответственно, вот делайте выводы, как тут обстоят дела. Конечно, штрафы тут местами даже будут выше, но в любом случае дорожная полиция лояльно относится к участникам дорожного движения. Я бы по себе смотрел. Нет вот этих дурацких рейдов, нету там обязательной остановки всех. Полиция на многие нарушения закрывает глаза. Даже если вы превысили скорость ненамного, вас никто не будет там нагибать и без вазелина снашать. Удачи! Оставайтесь на канале. Я сегодня выложу еще несколько видео. Самое важное. Значит, заканчивается скоро конкурс для подписчиков канала «Выиграть свою электронную сигарету». Кроме всего прочего, скорее всего, я еще сделаю несколько призов для самых активных участников, тех, кто подписался на мой канал. Кто чаще всего мне отсылает разные вопросы, комментирует. Потому что, ребят, спасибо вам за внимание. Мне иногда приятно читать ваши комментарии, иногда оставить в тупик. Но в любом случае, то, что вы на моем канале находитесь, это уже радует. Хорошего дня! И оставайтесь со мной на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...